Всем привет! Не так давно я получил посылку. Как видите, в руках у меня комплект лицензионного программного обеспечения. Так что сегодня я хотел бы вместе с вами рассмотреть вопрос о лицензионном программном обеспечении, что она из себя представляет, как поставляется, для чего она вообще нужна, да и вообще свое отношение к лицензионному программному обеспечению я уже выражал во многих роликах. Также сегодня мы разберемся в способах поставки программного обеспечения, а также где можно приобрести данное программное обеспечение по достаточно выгодной и низкой цене, как это сделал я. На сегодняшний день ценовая политика на данные продукты достаточно обширно и сильно различается в различных магазинах. В моем случае заказ я делал в интернет-магазине LikeSoft24. Переходите по ссылочке в описании и вы сможете ознакомиться с прайсом продукции этого сайта. LikeSoft24 продают различные категории товаров, начиная от операционных систем, заканчивая графическими приложениями, самыми популярными и прочими. Если мы с вами зайдем на сайт LikeSoft24, то мы можем здесь обнаружить ту самую поставку, которая пришла мне. Коробочная версия Microsoft Windows 10 Pro здесь стоит порядка 7000 рублей. Давайте же посмотрим, допустим, на сайте DNS, магазина DNS, где данная операционная система стоит в разы дороже. Как вы уже поняли, нам пришла боксовая версия Windows 10 Pro. Что она из себя представляет? Она была хорошо упакована. Вот такая вот коробка. Если мы вскроем, что здесь внутри мы обнаружим. Значит, во-первых, здесь у нас находится флеш-накопитель с надписью Windows. Тащим его за ярлычок. Сзади у нас надпись, что именно записано на этой флешке. Здесь у нас образ Windows 10, Russian, Home и Pro. Вот такая вот флешечка. То есть достаточно удобно. Нам эта флешка, в принципе, в общем-то и не нужна, потому что мы можем скачать дистрибутив напрямую с сайта Microsoft. Но все же приятно. Далее у нас идет вот такой логотип с инструкциями. Также идет ряд документации. Также здесь находится сама карточка с ключом. С задней стороны у нас ключик, который необходимо ввести при установке операционной системы. Это комплект коробочной версии в Windows 10. Далее берем коробку Microsoft Office 2021 для дома и бизнеса, для одного ПК. Здесь у нас также имеется коробка. В ней есть инструкция. К сожалению, конечно, здесь флешки нет. Ничего страшного. Здесь есть инструкция, где вам взять программное обеспечение. Далее у нас также имеется здесь ключевая карта. В общем, здесь сложностей тоже никаких возникнуть с установкой не должно. Конечно же, здесь самое важное, работают ли эти продукты. Точно ли ключи актуальны и все ли здесь нормально. Само собой, в первую очередь я это проверил. Установил Office 2021. Ввел ключ. Никаких проблем. Все работает. Что касается Windows 10, точно так же я устанавливал ключ. Все прекрасно и замечательно работает. Теперь давайте разберемся немного с вариантами поставок. Они у нас следующие. Мы можем приобрести коробочную версию, как у меня, значит это Box. Также мы можем приобрести OEM-версию и SD-версию. В этих вариантах поставок есть некоторые различия. Давайте начнем с OEM-версии. OEM-версия у нас продается обычно в магазинах и этим занимается именно поставщик компьютерной техники. Этим занимается поставщик магазин, который устанавливает операционную систему вместе с компьютером. И, соответственно, этот ключ привязывается только лишь к одному компьютеру, к одной материнской плате. Вшиваюсь в BIOS и здесь есть ограничения по минимальному введению этого ключа. Что касается Box-версии, то здесь возможности намного шире. Покупая Box-версию, мы с вами получаем юридическую частоту. То есть, сами мы можем устанавливать на свой компьютер данное программное обеспечение. Плюс, ключ не привязывается к определенной материнской плате. То есть, мы можем его ввести как на одном компьютере, так затем и на другом. Это не значит, что мы сразу можем использовать две копии ключа, но без проблем можем его переносить с одного компьютера на другой. И это огромнейший плюс Box-версии. Что значит SD-поставка? SD-поставка означает, что мы с вами можем получить цифровой ключ прямо на почту, электронную. Не получая каких-либо конвертов и либо боксовых версий. Продажа по посткарте подразумевает получение вами конверта, и в нем будет находиться инструкция по активации продукта. Например, можно ли OEM-версию устанавливать самостоятельно? Будет ли это все-таки юридически наказуемо и так далее? На самом деле, информация море. Именно про установку OEM-версии, то, что вы не могли бы ее поставить на свой компьютер, такой информации на 100% нет. Даже официальные источники Microsoft не говорят, что вы не можете ее установить. По сути, вы можете ее купить и без проблем ставить на свои компьютеры. Вас никто за это не накажет. Если вы не обновляете регулярно в своем компьютере железо, то, в принципе, возможно переплачивать за бокс-версию у вас и нет нужды, потому что вы можете купить один раз OEM-версию, поставить ее и пользоваться на протяжении многих лет. Все же хочу рассказать о преимуществах лицензионного программного обеспечения перед пиратским, а также почему так сильно я его люблю. Во-первых, пиратское программное обеспечение означает лишь одно, что вы будете лишены части функций операционных систем. Я думаю, что для многих не тайно то, что при установке пиратского программного обеспечения мы пользуемся KMS-сервисами. Соответственно, мы лишаемся части функций. Например, в операционной системе мы можем лишиться получения обновлений, а также части функций, связанных с учетной записью Microsoft. А также здесь мы не забудем поговорить и про юридическую чистоту. Конечно, штатный обычный пользователь ничего не приобретает, не теряет от этой юридической чистоты, так как пользуется лишь своим персональным компьютером и никто его проверять не будет. А вот что касается компаний, какого-либо бизнеса, здесь уже встает юридический вопрос. Здесь важно понимать, что вы ставите на свои компьютеры. Что касается цены на данные продукты. Конечно, с одной стороны это дорого, все это понимают, но смотря с какой стороны смотреть. Если вы покупаете эти продукты единоразово, то в принципе, если подумать, вы покупаете их на годы, то здесь уже цена получается совсем уж и невысокая. Я хотел с вами поделиться некой информацией о программном обеспечении лицензионном, также показать пример его покупки, что в принципе я и сделал. Еще раз скажу, где я покупал это программное обеспечение. Это сайт likedsoft24.com. Вы найдете ее по ссылочке в описании под этим роликом. Ну а на этом все. Всем всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok